Добрый вечер! Это программа «После новостей». Юрий Николаевич, добрый вечер! Добрый вечер! Ну вот, про окончание выборов для начала поговорим. Какие у вас все-таки были ожидания от губернатора, от команды, которая будет представлять интересы красноярцев в Горсовете? Ну, в принципе, ожидания оправдались. По губернатору для меня лично не возникало вопросов. Михаил Михайлович Катьков был уверен, что победит. И думал, что достаточно уверенно, что и подтвердилось. То есть кандидатам депутата Горсовета, ну, в определенной степени, какой-то степени неожиданно стало, что все наши однопартийцы, единородцы наши, да, мои коллеги взяли. Это очень приятно, и спасибо им. Значит, поэтому, ну, вместе с тем мы понимаем, что тот груз ответственности, который взят на себя, мы должны оправдать и пережить, и те, которые брали обязательства, наказы, которые люди нам высказывали. Все это впереди работа. Горсовет достаточно обновился, достаточно новых людей появилось, и поэтому, конечно же, сейчас необходимо сплотить, необходимо выстроить тот алгоритм действий для того, чтобы действительно велась работа, во благо жителей города Красноярска. Ну да, там люди в основном неизвестные, и можно сказать, что это большой аванс, за который потом придется отвечать перед избирателем. Совершенно верно. Я думаю, что, ну, надеюсь, что оправдают, уверен, что оправдают надежды жителей города. А вот что касается кандидатуры губернатора, в которой у вас не было сомнений, вот наблюдали все-таки рост, да, Михаила Михайловича, то есть с его стартовых позиций и вот до должности, в которой вот он уже сейчас работает. Это действительно так. Значит, Михаил Михайлович достаточно большую работу провел встречи с жителями различных районов Красноярского края, при этом достаточно открыто встречался, отвечал на те вопросы, которые ставили, проблемы, значит, видение этих проблем, путей их решения. Говорить о том, что было само успокоение, которое какое-то у нас, да, нашей команды, и в плане Михаила Михайловича Катюкова, и в плане кандидатов в Горсовет депутатов, я бы так, и в плане Сергея Васильевича Еремина, да, я бы так никоим образом не стал говорить, потому что все равно напряжение чувствовалось, волнения были, безусловно, волнения присутствовали, и напряжение от старта предуборной кампании и до окончания голосования. Вот, кстати, о вашем новом коллеге в Государственной Думе, Сергея Васильевича Еремине, как сработаетесь? Да, безусловно, мы, Сергей Васильевич, знаем длительное время друг друга, и, конечно же, та территория, которая осталась без внимания, исходя из, к сожалению, Виктора Владиславовича ушел от нас из жизни, да, и, конечно же, необходимо уделять внимание жителям, в том числе этой территории. У нас коллектив достаточно оплаченный в Государственной Думе, из наших коллег-депутатов, да, Красноярского края, да, и в целом. И, безусловно, это будет хорошим поспорьем для эффективности решения задачи. Когда формируются комитеты, и вот в какой комитет он попадет, там учитываются личные какие-то предпочтения? Личные, деловые качества, значит, опыт, административно-хозяйственная работа, ну, и его пожелания, безусловно, приниматься решение в конечном итоге на сессии Государственной Думы Российской Федерации путем голосования депутатами. Какие первоочередные задачи, на ваш взгляд, сейчас стоят перед местной властью? И вообще, есть ли ресурс для того, чтобы их решать? Я думаю, те взаимоотношения с федеральным центром со стороны Михаила Михайловича Котюкова, та сплоченность, значит, на мой взгляд, оказывает действительно положительное влияние на тех задачах, которые необходимо сосредоточиться, которые были заявлены как в программе Михаила Михайловича, так и в народной программе партии «Единая Россия». Они, как говорится, все это единое целое. Поэтому уверен в том, что это все состоится для всех жителей. Такой солидный десант федеральных чиновников был в эту кампанию. В принципе, не каждый регион этим мог бы хвастаться. Вы знаете, понятно, что некоторые могут говорить, что в рамках предвыборной кампании. Ну, и, наверное, есть истина, да? Но вместе с тем это все равно оказывает положительное влияние на дальнейшие перспективы, выстраивание взаимодействия, выстраивание взаимоотношений, погружение этих чиновников в программы нашего местного краевого уровня. Поэтому это все объяснимо и правильно. И о первоочередных задачах что предстоит решать? А вот я видела повестку у местных депутатов краевых, там и пересмотр зарплат бюджетников, индексация, и что-то с дорогами нужно делать. Какие задачи вы обращаете? Я думаю, что, безусловно, те проблемы – это и транспортная инфраструктура, и экология, и благоустройство, конечно, и вывоз мусора. Мы должны понимать, что город Красноярск – это не весь еще Красноярский край, да? И исходя из проблематики, в том числе различных на местах, значит, конечно же, это должно находиться в реализации этих задач, в законодательной базе, непосредственно в качестве исполнителей, значит, в лице правительства Красноярского края, в лице тех глав органов местного управления. Поэтому будет, думаю, на этом все ли точно. При этом мы должны понимать, что наш край не может существовать отдельно, ни в коем случае. Это будет все исходить из задач одновременно, которые стоят перед нашей страной. Про Госдуму. Там тоже новый политический сезон, как принято говорить. Ну вот, что нас ждет из федеральных законов? Какие новинки, какие важные? Задачи, которые стояли, никто их не снимал. Это, безусловно, антисанкционная политика, это, безусловно, социальная составляющая, это, безусловно, поддержка участников, членов их семей. И, конечно же, в ближайшее время мы уже приступаем к формированию бюджета Российской Федерации. Как, думаете, поддержат инициативу народные избранники пересесть на отечественные автомобили, вот в рамках как раз антисанкционной политики? Уже Государственная Дума поддержала, уже есть соответствующее письмо со стороны аппарата Государственной Думы. И по мере приобретения, значит, отечественного транспорта, мы будем, во всяком случае, депутаты Госдумы будут пересаживаться на них. То есть, начинаем с себя, поддерживать отечественного производителя. У вас есть новый, ну, можно так сказать, личный проект «Своих не бросаем». Расскажите о нем. Партийный проект «Своих не бросаем», он зародился в рамках проведения «Горячей линии» с моей личной стороны, как депутата Государственной Думы, да, и нашел понимание среди однопартийцев. Не только в городе, в целом в нашем крае, да, и был перенят некоторый опыт на федеральном уровне. Поэтому задача проекта, прежде всего, оказания помощи, хочу подчеркнуть как участникам и слоя членов их семьи, так и ветеранам боевых действий, которые выполняли Афганистан, Чечня, Сирия и другие «Горячие точки». Мы должны в рамках этого проекта как раз не выбрать путь разъединения, а путь объединения. Это и социальная помощь, это удостоверение боевых действий, это оказание медицинской помощи, это реабилитация, это, значит, сегодня проблема стоит в том числе и по выплатам различного уровня, да. При этом сегодня у нас было буквально организационное совещание по данному опросу, на котором присутствовали коллеги-однопартийцы. Мы выстроили уже, ну не то, что уже выстроили, да, выстраиваем, так будем говорить, систему непосредственно работы по данному партийному проекту, чтобы нам сигнализация была из мест, значит, по тем проблемам, которые сегодня олицетворяют, да, чтобы было посещение родных, близких, как участников, как федеранов боевых действий, так и членов их семей. Вековече не поймите, к сожалению, сегодня стоит вопрос, потому что есть ребята, которые сражались, значит, они не пришли оттуда, да, сложились головы. Необходимо это все сделать. Чтобы одним словом, когда вот я был, знаете, в Чечне, когда был, возвращались мы с боевых действий, буквально сутки прошло, и едем по городу, значит, там танцы, музыка, в какой-то степени может объяснимо, сегодня не должны все черные платки относить, да, но вместе с тем понимание, внимание к этой категории, ребят, конечно, оно должно быть, это неоспоримо. И к их семьям. И к семьям, безусловно. Сигнализирует больше или меньше, вот если брать ситуацию, например, прошлого года, да, динамику, как вы отслеживаете? Я думаю, что здесь объективно, если сказать, достаточно больше. Ну, это связано с разной причиной. Может быть, то, что проект уже достаточно прошел, ну, вот как не проект, а как горячая линия, да, нашло свое отражение там и на передовой ездил, говорил там и так далее. Значит, нашло свое отражение в рамках, ну, будем говорить, в хорошем смысле этого слова, радио, да, местной передачи друг друга, что есть такой-то телефон, есть депутат Швыдкин в тот период времени, да, когда горячая линия была, сейчас партийный проект, надеюсь, что все это пойдет. Это необходимо сделать, значит, но динамика, я еще раз говорю, востребованность, на мой взгляд, еще больше появилась. Ну, это действительно работает как горячая линия, там очень много, насколько я понимаю, вопросов, которые нужно оперативно решать. Оперативно в режиме онлайн. Приходится, ну, статус депутата Госдумы совместно с коллегами, там депутаты законодательного собрания Красноярского края, и городского совета, и общественники, в том числе, и добровольских, волонтерских движений. Когда мы вместе, значит, мы, конечно, решим вопросы. И статус позволяет, и депутатский запрос, и статус позволяет позвонить, значит, на уровне любого министра федерального уровня, потому что, действительно, правильно вы сказали, в режиме онлайн приходится решать многие вопросы. Ну, и вы затронули, что у нас есть еще и ветераны Афганистана и Чечни, и достаточно ли... И сирии, и там и другие горячие. Да, достаточно ли оказывается внимания, в том числе материальной какой-то поддержки, и моральной вот этой категории от государства? Я говорю постоянно о том, что нам нужно совершенствовать закон о ветеранах. Совершенствовать, чтобы ребята действительно чувствовали поддержку нашей страны. Эта поддержка, безусловно, есть, но она должна быть еще в большей степени. И, значит, грубо говоря, единовременно денежные пособия, это вопросы социальной защищенности и так далее. Жизнь диктует необходимость несения изменений в данный закон. Над этим вопросом мы тоже будем работать. Вообще, как изменились настроения людей в крае, если, конечно, ну вот не брать только военнослужащих и их семьи? Вот о чем просят люди на ваших встречах с ними? Разные. Значит, я вам скажу, что, безусловно, специфика встреч в том или ином коллективе, она обусловлена теми проблемами, которые задают работники, да, касаемо предприятий. Во дворах, там, дорогая маленькая ситуация. Но есть общие, как я сказал, это экология, это транспорт, это благоустройство. Вот, на мой взгляд, вот, да, медицинское обеспечение, там, вот эти вопросы, строительство школ, садиков, поликлиник. Вопросы эти одни из главных. А какие наказы дают люди, вот, может быть, говорят, не забывайте там наверху о том, что вот у нас вот такие-то проблемы есть? Конечно, значит, и себя сам вышло, как говорится, что ты там, но это не значит, что в твоем районе, в Свердловском районе города Красноярска, или в Кировском районе города Красноярска, не надо там произвести обрезку деревьев, или вывести мусор, или сделать спортивную площадку, хоккейную коробку там. То есть это необходимо. Я все раз говорю, вот, я всегда говорил, что выбираясь туда, ни в коем случае нельзя забывать о тех жителях, которые находятся в твоем округе. И когда меня спрашивали, вот так откровенно, значит, что Юрий Николаевич, вот, выборы там, политтехнологи работали, как там, технологии там, какие-то, вот, вы знаете, самая главная технология – это отвечать требованиям людей, быть проще, быть ближе к людям, заниматься их проблемами. Это не высокопарные слова. И когда люди это видят, то и доверие к тому или иному кандидату, или к депутату, конечно, оно достаточно высокое. Можно сказать, это ваш наказ тем народным избранникам, которые… Которые избрались, совершенно верно. И там есть нам, над чем еще работать. Ну, здоровая критика, она так или иначе еще никому не мешала. Совершенно верно. Спасибо большое. Заместитель председателя комитета по обороне Госдумы Российской Федерации Юрий Николаевич Швыткин был у нас в гостях в программе «После новостей». Я с вами прощаюсь. Всем удачи и хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова